Итак, всем привет! С вами снова Константин Калуцкий, и мы продолжаем наш разговор о самых значимых и интересных трансферах, состоявшихся в России за последнее время. И давайте сосредоточимся на новичке Зенита Арсении Адамове, который вчера был официально объявлен в качестве игрока Сине-Бело-Голубых, и я уже записал видео с разбором его сильных качеств. Вот зачем Зенит его покупал, почему Зенит заплатил за него такие большие деньги, а сейчас по разным данным там сумма от 3 до 5 миллионов значится, в любом случае это серьезные бабки, тем более сейчас, когда у нас кажется вот так, опять же, российский футбол находится на финансовом спаде, и в основном клубы стараются экономить, Сейчас платить 3 или тем более 5 миллионов за футболиста, который только-только начал свою взрослую карьеру, это, конечно, серьезный шаг, и это серьезная трата. Поэтому я разобрал все качества Адамова, попытался понять, почему Зенит купил его, тем более за такие суммы, ну а дальше мне захотелось обсудить, как Зенит будет использовать Адамова. Это уже немножко другой вопрос. Давайте разберем, по какой схеме будет играть Зенит во второй части сезона, где найдет свое место Адамов в центре защиты на фланге или еще где-то, и как будет строиться защитная игра Санкт-Петербурга и ротация состава вместе с новым игроком. Будет он выходить в основе, либо будет кого-то подменять. Это все сейчас и обсудим. Но сперва хотелось бы напомнить, что наш спонсор компания Балтбет, и она предлагает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в закрепленном комментарии и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также ведете промокод футболкалуцкий, который также указан в закрепленном комментарии к этому ролику, то вы получите бонус — три бесплатные ставки. Дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискует. Итак, как я уже много раз отмечал, Адамов — это сверхуниверсальный игрок, который, в принципе, может быть примерно одинаково полезен на любой позиции в обороне. Он может хорошо закрыть фланг, он может выйти в центр, причем он там может играть как в связке с двумя центральными, так и в тройке футболистов обороны. Поэтому здесь Адамов, конечно же, является такой палочкой-выручалочкой и может стать, простить за выражение, игроком-затычкой. То есть появляется у Зенита проблема на одном фланге, то да, отправляют Адамова. В центре защиты вот, пожалуйста, Арсен и здесь может сыграть. Такой вот антикризисный менеджер. Поэтому хотелось бы отметить, что у Адамова есть своя специфика. И если мы посмотрим его статистику за Урал, то в основном он играл на позиции правого центрального защитника, либо на левом фланге обороны. Вот такая вот любопытная ситуация. Если появлялся на бровке у Шалимова, то чаще всего слева, а вот если в центре, то здесь он напротив тяготел к правому флангу. Интересная такая вот ситуация. Ну и, возможно, этот нюанс также будет учитываться Симаком. Все-таки лучшие свои матчи, матчи в премьер-лиге Адамов проводил именно в этих зонах. Стало быть, можно предположить, что именно к этим зонам он сейчас лучше всего приспособлен. И мне кажется, что это, в принципе, подходит Зениту. Потому что, обратите внимание, Арсен Адамов практически на всех сайтах значится как правый защитник. И это объявляется его основной позицией. Но согласитесь, когда у вас есть Караваев и Сутармин, два игрока сборной России, каждый со своими плюсами и каждый по-своему хорош на правом фланге, ну, сами понимаете, Адамов просто остается не у дел. А вот с левой бровкой все не так просто. Потому что здесь есть Дуглас Сантос. И он, конечно, великолепен. Но мы знаем, что Сантоса периодически используют в центре поля. И автоматически это открывает левую бровку для новых игроков. Да, у Зенита есть Круговой, который, кстати, тоже вызывался в сборную. Вот здесь, можно сказать, у Зенита вообще шикарная подборка. Куда ни посмотри, везде будут сборники. Четыре крайних защитника сборной России в Зените. Сутармин, Караваев, Адамов и Круговой. Ну, во всяком случае, они периодически все вызываются. Пускай и по отдельности, но вызываются в национальную команду. Это как бы дорогого стоит. Поэтому здесь Адамов, который последнее время в основном в Урале действовал в качестве футболиста фланга именно слева, может пригодиться в качестве альтернативы для Дугласа Сантоса. Тоже, опять же, определенный плюсик. То есть, глубина состава будет несколько выше теперь, потому что справа есть три защитника, которые могут сыграть Караваев, Сутармин, Круговой. Слева, ну, слева может быть эффективен Дуглас Сантос и Круговой. Тот же самый Караваев слева, он ограничен в атаке. То есть, когда он действует слева, он, подключаясь вперед, начинает смещаться в центр, пытается нанести удар. Периодически получается хорошо. Вспомните его гол за национальную сборную. Но в целом ему там неуютно. Так же, как и Сутармину, по всей видимости. Потому что Алексей использует только справа в зените. Поэтому здесь третья опция появляется на левом фланге. И это дополнительный вариант для ротации в зените. Тем более, что фланги обороны это та позиция, где игроки очень много бегают, тратят много сил. Поэтому здесь дополнительный исполнитель пригодится. Что касается центра обороны, здесь все несколько сложнее. Потому что первое, что нужно понять, а по какой схеме будет играть зенит. Три центральных или два. В первой части сезона Санкт-Петербург достаточно часто менял свои расстановки. И хотелось бы отметить, что схема в три центральных, не самая типичная для зенита эпохи Симака, оказалась достаточно эффективной. И вот здесь, под эту расстановку Адамов может подойти очень неплохо. Потому что в роли правого центрального защитника он в Урале достаточно много матчей сыграл именно в тройке футболистов обороны. И здесь он в частности способен выполнять то, что я люблю называть маневром Сесара Аспеликоэты. Когда на фланг вот этой самой тройки центральных ставят игрока номинально крайнего защитника. То есть, как вот Аспеликоэта в Челси был изначально правым крайним, его перевели центральным защитником на вот позицию полуфлангового. И в результате при атаке он подключался на бровку и позволял крайнему правому защитнику, тогда это был Мозес, активнее подключаться в атаку. Потому что Аспеликоэта его страховал. Вот Адамов исполнял в Урале что-то похожее. И он мог подключаться на фланг с позиции третьего центрального защитника на правый фланг. И создавать там дополнительные объемы работы. Дополнительную подстраховку крайнего защитника латераля и так далее. Здесь, в Зените, он может делать примерно то же самое. И в этом плане он может быть хорошей альтернативой для, например, того же самого Бариуса. Который появлялся на позиции как раз-таки правого центрального защитника по ходу текущего сезона. И мы должны понимать, что Бариус, конечно, боец. Он очень хороший в обороне. Но при подключениях в атаку по полуфлангу он не так эффективен, как номинальный крайний защитник. Поэтому он данный маневр не мог исполнять. И Арсен Адамов в данной расстановке с тремя центральными может быть альтернативой для Бариуса. Плюс к этому Бариус таким образом может больше сосредоточиться на середине поля, где он все-таки эффективнее. Да, он хороший центральным защитником, но его стихия это опорная зона, на мой взгляд. Поэтому здесь получается вот такая любопытная ситуация, что появилась еще одна функция на правый фланг вот в этой тройке центральных защитников. И таким образом команда может перестраиваться на трех центральных, ну и при этом, например, оставлять на скамейке запасных Ловрена. Который то хорошо играет, более-менее на уровне, то начинает маяться дурью. И вот в эти моменты у Зенита зачастую нет альтернативы для Дейена. А теперь есть альтернатива. Ракицкий, Чистяков и плюс теперь и Арсен Адамов. Тройка центральных защитников, при которой Бариус может спокойно остаться в центре поля. Вот, пожалуйста, это вариант, как можно остаться без Ловрена и без его привозов постоянных в те моменты, когда у него опять начинается игровой кризис. Поэтому здесь вариативность игры Зенита резко возрастает. Поэтому хотелось бы отметить, что Адамов наверняка может сыграть и левого центрального, и вообще на любой позиции здесь может действовать. И это опять же подойдет Зениту, потому что ситуативно мы помним, что в тройке центральных футболисты часто менялись. Да, вот Бариус чаще всего играл правого центрального, но Чистяков, Ловрен, Ракицкий, они вот как-то вот их постоянно ротировали. Кого-то направо, кого-то налево, кого-то в центр. Не было здесь какой-то стабильности, и в том числе, мне кажется, под соперника периодически Зенит подстраивался. Чтобы, допустим, против более высокого игрока действовал Чистяков, а не Ракицкий. Потому что Чистяков, ну, наверное, один из самых сильных в Зените по игре на втором этаже. А против более мобильных футболистов действовал кто-то другой, например, Бариус. А исполнять первый пас, конечно, должен Ракицкий, поэтому его выводили в те зоны, где, скорее всего, будет меньше прессинга. И таким образом Зенит, в том числе, под соперника подстраивался. С Садамовым таких вариантов, возможно, будет еще больше. Особенно в Еврокубках, потому что в чемпионате России Зениту особо смысла нет подстраиваться под середняков-аутсайдеров, поэтому там экспериментов было меньше. А вот когда игра идет против сложного соперника, Челси, Ювентуса или Бетиса, который теперь будет впереди у Зенита, здесь уже могут быть какие-то эксперименты и варианты. Короче говоря, с Садамовым Зенит может чаще, эффективнее и спокойнее переходить на схему с тремя центральными, которая неплохо себя показала и которая, как мне кажется, будет эффективна в Еврокубках. В том числе в матче против того самого Бетиса, которого я считаю фаворитом. В грядущем противостоянии в плей-офф Лиги Европы с Зенитом. Также хотелось бы отметить, что и в двойке центральных Адамов также способен сыграть. В Урале он играл правого центрального. И здесь, опять же, если мы посмотрим в среднем этот сезон Зенита, то в двух центральных Зенит играл со связкой Ракицкий Ловрен. Ну, в большинстве случаев. Это, так скажем, основная связка. И правого центрального здесь играет все тот же Дэйн Ловрен. Поэтому у него появляется еще одна альтернатива, еще один конкурент за место в стартовом составе. И это важно, потому что у меня есть ощущение, что Дэйн, в том числе, слишком сильно расслабился психологически. Получил отличный контракт в Зените, капитанскую повязку с какого-то лешего, но это отдельная тема для беседы. И у него практически не было конкурентов долгое время. Ну, потому что, сами посудите, Чистяков все-таки игрок талантливый и толковый, но не такой раскрученный, как Ловрен. Дэйн, другие футболисты, ну, это вообще экспериментальные варианты, ну, там, перевод Дугласа Сантоса в центр защиты или еще что-нибудь. Поэтому Дэйн, мне кажется, расслабился. Сейчас конкуренции будет больше, и, возможно, Хорват все-таки соизволит вспомнить про важный факт, что он, между прочим, сильный центральный защитник и способен периодически приносить пользу команде, а не только привозы. Поэтому Адамов, сколько бы за него не заплатили, трешку, пятерку и так далее, он очень важен, в принципе, для системы команды, потому что теперь появляется хоть какая-то конкуренция и хоть какая-то вариативность у Симака. И ему не придется идти на, скажем так, экстремальные эксперименты, потому что есть эксперименты удачные, Байос на позиции третьего центрального, в принципе, мне понравился. А есть эксперименты, которые, ну, скажем так, ведут к колоссальному риску. Например, появление Дугласа Сантуса на позиции центрального защитника. С его ростом он является слабым местом на втором этаже, когда команду начинают закидывать навесами и так далее. Как бы он не был прыгуч, как бы он здорово не выбирал позицию, а в этом плане Дуглас хорош, его все равно могут перевесеть. У него рост, я помню, там 173-175. Здесь очевидное преимущество будет у соперника, поэтому опасность будет постоянной. Адамов в этом плане тоже, кстати, вариант поинтереснее. Он хоть и не намного выше Дугласа, но при этом хорошо играет на втором этаже и смотрится неплохо в этой роли. Поэтому здесь, в принципе, получается больше вариантов, больше способов выстраивания обороны. И если сейчас «Зенит» подпишет еще и казаха Алипа, который находится на просмотрах, кстати, основных защитник сборной Казахстана, между прочим, то у команды появится плюс два лимитных варианта. Потому что, напоминаю, казахи это тоже не легионеры в нашем чемпионате. И в условиях нашего футбола, где нормального центрального защитника с паспортом хрен найдешь, «Зенит» получает Чистякова, Адамова Алипа. Плюс, может быть, они попытаются сейчас Хатулева того же самого подтянуть из дубля, неплохой паренек. Может быть, вернут Прохина, то ли из Ростова, то ли из Сочи. И таким образом получается неплохая подборка, в том числе и лимитных исполнителей в центре защиты. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и YouTube канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.